10 интересных фактов о 9 мая. Каждый год в России широко отмечается 9 мая День Победы. Он служит напоминанием о великом подвиге советского народа, который объединенными усилиями переломил ход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны, дав отпор агрессорам и защитив себя. И принимая участие в этом празднике, все мы тем самым продолжаем передавать память о Дне Победы грядущим поколениям. Раньше ветераны Великой Отечественной всегда принимали участие в Параде Победы. Но время беспощадно, годы берут свое, и с 2000 года ветераны уже не маршируют. С 1995 года по 2008 год в Параде на 9 мая не принимала участие тяжелая военная техника. Официально мирный договор между Германией и СССР подписали лишь 10 лет спустя, в 1955 году. Отмечать День Победы 9 мая стали на ежегодной основе лишь спустя несколько десятилетий после окончания войны. Сейчас 9 мая всегда является выходным днем. Однако этот день являлся рабочим с 1948 по 1965 год. Однажды именно 9 мая, в День Победы, был произведен самый масштабный за всю историю Советского Союза Салют. Тогда около 1000 орудий дали 30 залпов. Таким образом было сделано около 30 тысяч выстрелов из орудий. 9 мая 1945 года самолет, доставивший подписанные немецкой стороной документы о безоговорочной капитуляции, приземлился в Москве, в аэропорту имени Фрунзе. В Америке люди отмечают не один День Победы, а сразу два, над Японией и над Германией, так как эти страны капитулировали в разное время. В самом первом параде на 9 мая то знамя, что советские воины водрузили на здание Рейхстага в Берлине, не участвовало. Красноармейцы завладели Берлином за неделю до 9 мая, еще 2 числа, но очаги сопротивления немецких войск сохранялись до 9 числа, пока Германия официально не подписала капитуляцию. Спасибо за просмотр, если вам было интересно, то поставь палец вверх и подпишись на канал. С нами будет интересно и полезно. Всем пока!